В городе Виньоло на севере Италии компании местных подростков пришлось под дулом пистолета отвечать на вопрос о своем вероисповедании. Было около полуночи, и мы возвращались из пиццерии туда, домой. И здесь нас остановили четверо арабов, один из которых достал пистолет и угрожал нам. Спрашивал, в какого бога мы верим. Мы не отвечали, и он начал стрелять в воздух. Если честно, мы были в панике. Несмотря на панику, подростки ответили, что они в бога не верят. Последовало несколько выстрелов в воздух, а затем мусульмане объявили, что происходящее просто шутка, и молодые люди могут идти домой. Дома я рассказал все родителям, но сначала они опасались обращаться в полицию, потому что мы не знали, какие могут быть последствия. Боялись мести. Позже все наши родители решили, что нужно писать заявление. В полицию обратились только через двое суток. Произошедшее в городе вызвало резонанс и панику. Количество преступлений с участием иностранцев в Италии в последние годы стремительно растет. Из-за одного расплачиваются все. Когда наши соотечественники совершают такие вещи, местные ассоциируют это со всеми иностранцами и на нас смотрят косо. Думают, вот и они такие же. У нас здесь дети, и очень грустно, когда и они иногда ощущают незаслуженно нехорошее отношение. Но таков сегодняшний мир. В Венеоле около 20% населения иностранцы. В основном выходцы из Албании. Город принимает много беженцев. Как и везде в Италии, здесь в последние годы растет количество мелких преступлений, которые практически всегда остаются нераскрытыми. И местные жители пеняют на приезжих. Если бы такое случилось со мной, надеюсь, я бы сказал, что я христианин, и меня не интересуют другие религии. Я не могу верить в то, во что им хочется. Если бы у меня хватило бы смелости. Наверное, это очень страшно, но нужно бороться со страхом. Сейчас это единственный случай, но если подобные будут повторяться, люди просто обязаны противостоять, невзирая на страх. Нападение на подростков удалось раскрыть быстро. Виновники сами явились в полицию с пояснениями. Произошедшая, мол, шутка, а пистолет – безобидный пугач. Обвиняемые тоже молоды. Старшему из них 25 лет. Двое выходцев из Туниса, один из Марокко, один из Албании. Сейчас карабинеры устанавливают подробности произошедшего. Проверяют, связаны ли эти иностранцы с другими преступлениями. Уголовное дело возбуждено по статье о применении насилия. Однако, еще решается, какое окончательное обвинение будет выдвинуто. И, соответственно, какими будут мера пресечения и приговор суда. Ольга Новик, Анатолий Зинкевич. Новости.